привет ты на канале дядюшки али шоу готов поспорить что каждый из нас смотря на какую-нибудь интересную вещь особенно если нет возможности и пощупать хотел узнать за счет чего она именно такая и что находится внутри нее для таких же любопытных как и я я решил создать отдельный формат где мы с вами будем безжалостно вскрывать и смотреть что находится внутри различных товаров перед началом просмотра не забудь поддержать меня своим лайком подпиской на канал а также обязательно оставь комментарий с тем что оказалось интереснее всего и не забывай в конце видео у нас конкурс на смартфон который можно выиграть бесплатно первый товар в очереди на безжалостное потрошение прикольная копилка с мордочкой обезьяны которая смешно кушает монетки честно говоря лично мне местами она больше кажется криповый но возможно в этом и заключается фишка ну что ж настало время заглянуть что находится внутри сразу говорю это зрелище не для слабонервных так что особо чувствительным рекомендую отойти от экранов и так снимая мордашку а у нее там довольно простой механизм состоящий из двух пластин имитирующих рот и жевательный процесс а также специальный датчик как только монетка попадает в рот обезьяны визуально лицо начинает жевать деньги и проглатывает их а механизм коробки имитируют жевательные жесты и создает эффект желания но как же коробка понимает когда нужно жевать а когда нет здесь ты играет роль тот самый датчик когда кто-то подносит руку к копилке чтобы закинуть монетки датчик срабатывает на затемнение и запускает механизм все это зрелище выглядит довольно реалистично и думаю многие наверняка не удержались бы от соблазна закинуть в копилку парочку своих кровных не знаю как вы но я прям обожаю различные антистрессовые игрушки на самом деле они помогают не только расслабиться и спустить гнев но и развивают мелкую моторику больше всего я люблю такие игрушки как этот банан он мало того что очень мягкие податливые таки еще и отлично сохраняет свою форму да и выглядит очень аппетитно ну что ж больно на это смотреть на давайте заглянем внутрь а внутри него располагается какая-то непонятная белая штука которая визуально похожа на зефир а по ощущениям и своей консистенции напоминает кинетический песок однако это точно не песок поскольку он достаточно хорошо держат форму и не рассыпается даже при разрывах кроме этого она даже немного тянется правда во время этого с нее словно высыпаются маленькие частички сахара расположенного на поверхности но ощущение очень клёвые не советую конечно разрезать игрушки но если вдруг представится такая возможность думаю вы не пожалеете так а дальше у меня идет пуха внешний пистолетик довольно обычный без каких-либо навороченных штук поэтому предполагаю что и внутри мы не увидим ничего интересного и так 3 2 1 да я был прав внутри располагается довольно простенький механизм который держится на простом защелочном механизме далее мы можем увидеть несколько пружин самая большая из которых находится на дуле пистолета а также две другие меньшие на перезарядке в целом более тут и нечего рассмотреть остальные детальки еще проще неплохо идем далее а дальше у меня еще один король антистрессовых игрушек спиннер моя вторая топовая игрушка для релаксации вы наверное не знали но я уже давно преисполнился в плане трюков ключевым элементом любого спиннера это тоже не исключение является подшипник далее идет радиально расположенной лопасти как на вертолете в эти самые лопасти в нашем случае заложена специальная микросфера с диодами подшипник здесь не самый качественный это мы можем услышать по звуку при прокрутке так как от подшипника зависит и скорость вращения продолжительность и звук или же вибрация на каждой стороне микросхема находится по три диода активируется свечение боковым переключателем fidget cube еще одна довольно интересная вещь для снятия стресса вы представляете многие даже заводят споры о том как же отличить оригинальный куб от фейка не понимаю я неужели так много факторов на это влияет давайте в ходе узнаем при вскрытии куба мы сразу же можем увидеть как из него выпали некоторые странные детальки шестеренки и стальной шарик шестеренки здесь выступают одним из способов снятия стресса так как трещат за счет того что касаются пластиковой пластины далее у нас идет какая-то странная страна с кнопками под накладкой мы можем увидеть настоящие кнопки от различных гаджетов еще один интересный элемент пимпочка которая чем-то напоминает стик на геймпаде прикольно это что по сути большой кубик является верхней частью меньшего в которой мы заложены все антистрессы хочу обратить ваше внимание и на щелкающую кнопку похожую на переключатель света которая работает за счет двух магнитных переключателей притягивающихся к специальным болтиком и создающих звук щелчка в целом вскрытие куба мне показалось самым интересным как вы считаете это была оригинальная модель или же подделка с каждым новым товаром становится все тяжелее тяжелее на это смотреть встречайте следующего претендента и игрушечный джип на пульте управления как и любая машинка он держится на шасси с полным приводом далее располагается пластиковый каркас крыши багажника и капота с декоративными элементами чтобы закрыть все зазоры и придать джипу красивый внешний вид самое интересное здесь конечно же внутреннее строение системы за счет чего собственно машины и совершает движение различных проводков здесь огромное множество так и не разберешься какой за что отвечает для того чтобы машинка была более прыгучей хорошо справлялась с ездой по бездорожью и оснастили специальными красными пружинами так а это у меня очень дешевая камера которая является неудачной копией другой собственно за 4 доллара которые за нее отдали надеяться на что-то большее и не приходится она довольно маленькая сделана из пластика внутри располагается простенькая микросхема с объективом вокруг оригинальной модели должны находиться 6 инфракрасных светодиодов а здесь лишь их имитация на 1080 пип тоже можно не надеяться собственно как и на какие-нибудь крутые фишки вроде диода показывающего состояние работы камеры робот козмо их ну что готовы узнать что же внутри интеллектуальной игрушки при открытии робота мы сразу же можем увидеть специальный лазер отмеряющие дистанцию для того чтобы он ни во что не врезался и мог опознать объект следующим этапом разбора робота является снятие рук они ни к чему не прикреплены от чего довольно легко разбираются самой интересной частью здесь является голова согласитесь хочется же узнать что таится в мозгах робота но к сожалению внутри мы ничего не сможем увидеть там лишь навороченные микросхемы в которых разобраться невооруженным глазом будет сложно так что сам процесс разборки роботу уж куда интереснее а лучше вообще его не разбирать и просто наслаждаться игрой мне в детстве очень нравились различные светящиеся мечи в то время это была редкая игрушка отчего при виде ее появлялась дополнительное желание поиграть но лично мне всегда было интересно куда больше отчего и появилась неописуемое желание узнать что же находится внутри и вот спустя не один десяток лет у меня появилась такая возможность оказалось что внутри меча находится обычная светодиодная ленточка которая лишь оборачивается в пластмассу теперь у меня честно говоря появилось желание попробовать соорудить свой собственный светящийся меч вы смотрите дальше а я побежал в часть меча я успешно доделал решил сделать небольшой перерыв чтобы поведать вам о не менее интересных вещицах и теперь у меня на очереди водонепроницаемая колонка джи бель компания пользуется немалой популярностью от чего подавляющее большинство из вас где-то видела подобные или вовсе имеет такую в собственном арсенале так вот что же внутри здесь все также минималистично но куда более трудно технически нежели в мече под верхней части скрывается крышка сняв которую можно будет увидеть микросхему сейчас все окажется таким простым и понятным но почему-то раньше мне никогда в голову не приходила мысль о том что колонка это по своей сути микросхема на если в обычном динамике микросхемы то это что получается в наших наушниках располагается то же самое мне это стало очень интересно и тут я решил разобраться в этом вопросе оказалось что bluetooth наушники устроены практически идентично под одной из крышек не скрывается никаких схем а находится лишь батарейка а в другой же части наушников и скрывается та самая микросхема интересно если отломать одну часть наушников на которой располагается этот самый чип будут ли они работать напишите в комментариях свое мнение большинство мальчишек уже в школе неоднократно разбирали и собирали оружие но если с обычной моделью все предельно понятно и ясно то вот с игрушкой нерв все не так просто не знаю как вы но я нигде раньше не видел никакого подобного ролика или инструкции поэтому я решил найти такой контент что же в итоге оказалось что сборка игрушечного пистолета мало чем отличается от настоящего разве что выполнен каждый элемент из пластика правда за исключением пружин вообще очень интересно посмотреть на сборку нерфов фактически с нуля сразу лучше начинаешь чувствовать оружие и появляется желание пойти пострелять из него очень прикольно думаю будет глупо отрицать тот факт что фанатов звездных воин огромное количество и каждый из них не мог не знать о существовании различного рода атрибутики из фильма в том числе и такого вот потрясного робота биби 8 но как вы могли догадаться нас сейчас интересует не столько его внешний вид и характеристики сколько то что находится внутри разобрав всю его модельку можно увидеть привычную всем нам микросхему в овальной форме по бокам находятся колесики именно благодаря им он и передвигался чипы легко можно отсоединить снизу располагается батарейка на которой он работает на самом деле я по-другому все это представлял но если уж совсем честно то даже не задумывался на эту тему очень здорово порой узнать то о чем даже подумать прежде не мог вы только посмотрите какую обалденную штуку я недавно нашел это светящийся шар но совсем необычный и непривычный каждому из нас его основное отличие заключается в возможности направлять энергию в точку которой вы дотронетесь собственноручно вот я и подумал что же там придумали такого разработчики чтобы получить подобные потрясный эффект скорее разобрав шар выяснилось что для нас простых смертных это видимо так и останется секретом потому что кроме изолированного толстого провода по которому проходит ток я там ничего не разглядел так почему же происходит такая реакция и что все-таки внутри шара вы пока смотрите дальше а я пойду найду человека который сумеет дать мне ответ на этот вопрос и сразу же как узнаю поделюсь с вами ну а пока можно скрасить ожидания новой распаковкой предмета здесь то все максимально наглядно и понятно это один из дроидов которых вы могли видеть где-нибудь на выставках или в магазинах для большей ясности автор ролика сделал эту модель полностью прозрачные показал как в ней все установлено в общем основной механизм внешне как будто был собран из лего но в то же время он очень прочный долгое вечный таит в себе основные микросхемы рисует робота и из-за обычного маркера установленного в их задней части в других моделях маркер может быть заранее установлен в дроида и выезжать по нажатию нужной кнопки катается робот само собой на колесиках согласитесь со стороны все кажется таким простым я подозреваю что разные колонки имеют разное внутреннее строение хотя раньше мне казалось что вся разница непосредственно самих установленных в них чипов и как оказалось раньше я был прав но не на сто процентов для интереса я нашел видео в котором парень разобрал крутую модель bluetooth колонки джебель что ж первым отличием ее от предыдущей разбираемой мною в ролике моделью стал наличие тонкого слоя какой-то ткани видимо нужной для лучшего качества звука затем из-за нового строения закрывашки ее больше нельзя было так просто и быстро достать пришлось использовать отвертку чтобы заглянуть вовнутрь внутри провода оказались дополнительно изолированы все схемки надежно припаяны ну а чего еще ожидать от такой хорошей компании думаю многие из моих зрителей являются достаточно активными людьми и обязательно хотя бы раз катались на гироскутере ощущение которое он доставляет неописуемо это нужно именно попробовать попробовать самостоятельно лично у меня при первой поездке на нем закрались мысли а как он работает почему он не падает и как сохраняет равновесие мне не удалось выкинуть те мысли из головы и я с радостью внес разборку гироскутера в свой выпуск что ж сняв корпус можно увидеть литий-ионный аккумулятор модуль bluetooth и осветительные приборы все это надежно соединено друг с другом чтобы корректно работать можно увидеть и различные гироскопы первый держит платформу в горизонтальном положении поэтому даже отключенный прибор не завалится на бок вторая же группа отвечает за положение гаджета при его использовании она отслеживает наклон устройства и распределяет нагрузки эти данные поступают к первой группе а также помогают мотору и колесам правильно реагировать на движение пользователя также на других моделях могут присутствовать и колонки и информативный дисплей в общем разгуляться можно только так как только люди до всего этого додумались что ж на этом моя подборка подходит концу осталось лишь раскрыть секрет магического шара его магия проявляется в реакции на прикосновения если поднести к стенке шара руку мол не извивающиеся внутри локализуется около руки стремясь к участку с наименьшим сопротивлением это происходит потому что тело является проводником электрического тока по сути плазменный шар состоит из внешней стеклянной сферы которая наполнена разряженным инертным газом в качестве наполнения могут выбираться разные смеси газов для придания молниям определенного цвета ну а на этом к сожалению все но у нас еще остался конкурс на смартфон samsung galaxy a 21 с для участия надо подписаться на канал поставить лайк и написать комментарий ты участвуешь мы следующем видео мы определим победителя а в предыдущем конкурсе победил никита анисимов напиши мне в vk и забирай свой приз из прошлого видео все всем пока